Здравствуйте, зрители нашего канала. Сегодня мой видеообзор посвящен комарам. Даже не просто комарам, а растениям, которые помогут вам прогнать комаров с участка. Да-да, именно так вы не ослышались. Ведь согласитесь со мной, что даже самые душевные посиделки могут испортить противные кровососущие. Причем, вы знаете, независимо от времени года, это может быть и ранняя весна, и поздняя осень. Их бывает иногда столько много, что просто хочется убежать. И оказывается, есть растения, которые помогут вам справиться с этой проблемой. Мой список большой. 15 растений входят в этот список. Обязательно посадите все эти растения из этого списка. И поверьте, эта проблема у вас, комарина, естественно, исчезнет просто вообще навсегда с ваших участков. Возглавляет мой список чудесные растения. Очень красивые, очень нежные, обильно цветущие. Под названием агератум. Это растение, которое однолетнее считается у нас. И выращивается оно, как правило, в один сезон. Зацветает оно рано. И вы знаете, это растение, помимо своей красоты, вырабатывает то вещество, которое называется кумарин. Именно он-то, именно это вещество входит в состав фактически всех препаратов, которые борются именно с комарами. Ни в коем случае только не нужно использовать листики, не надо им натираться или же мазать листьями лицо, руки. Это может вызвать аллергию. Достаточно просто посадить в зоне, где вы отдыхаете, где вы сидите вечерами, посадить эти чудесные красивые цветы. Они будут и украшать, и в то же время отпугивать комаров. Конечно, вы скажете, зачем так многому на уроке. Можно же взять и химические препараты, и на массы. Но поверьте, ведь с химией, особенно если у вас есть в семье маленькие дети, не всегда приемлемы для малышей. Да и для взрослых тоже аллергические реакции на сегодняшний день очень достаточно сильные и частые. Поэтому лучше все-таки использовать то, что нам дарит природа щедрой рукой. Второй список, второе растение из моего списка под названием лаванда узколистная. Ну, здесь, мне кажется, со мной никто не поспорит, что это удивительно красивое растение. Причем цветовая окраска у него очень приятная. От лилового до фиолетового до темно-фиолетового-синего. Очень красивое растение, прекрасно зимующее в нашей средней полосе. И при всем при этом оно является мощным растением, которое отпугивает комаров. А так вот, когда растение растет, мы не чувствуем этого аромата. То есть оно для нас вообще, мы не чувствуем именно вот от листьев. А комары считают, что этот аромат просто ужасный, противный, невыносимый. Они просто на дух не переносят именно запах лаванды. Вот именно и листьев, и цветов. Поэтому достаточно просто посадить несколько кустиков этого прекрасного растения около вашей зоны отдыха, и она поможет вам в союзе с агератом справиться с этой ужасной проблемой. Мята перечная. Еще наши предки знали об этом чудесном, необычном растении, которое мы используем в пищу. Делаем напитки, используем в кулинарии. И именно мята перечная со своим мощным ментоловым ароматом помогает справиться с проблемой комаров. Если у вас тенистый участок, можно, конечно, посадить и там тоже мяту. Но именно на солнечных участках вот этот ментоловый аромат становится настолько ярким и, конечно же, более эффективным в борьбе с комарами. Поэтому если у вас зона открытая, солнечная, сажайте мяту перечную, она вам точно поможет. Следующий представитель из моего списка – Мелисса. Все знают ее, она немного отличается от обычной мяты. Мята перечная, о которой я рассказывала, тоже предпочитает солнечные участки. Но у Мелиссы есть легкий аромат лимона. И она прекрасно отпугивает комаров с участка. Вы знаете, Мелису можно прекрасно сочетать. Она хорошо сочетается даже с обычной мятой. И точно так же, как и мяту перечную, мы можем использовать в пищу. Яркий ментоловый аромат в ней тоже сильно присутствует. И поэтому проблема с комарами, она тоже вам поможет решить. Еще один не менее прекрасный представитель из моего списка – Котовник кошачий. Очень интересное растение. Коты недаром его любят. Это растение, которое действительно прекрасно борется с проблемой комаров. И растет фактически как сорняк. Многие считают, что это сорняк, который, в общем-то, можно и не заботиться о нем. То есть это действительно самые неприхотливые растения. Аромат, который выделяет Котовник, прекрасно справляется с проблемой комаров. Комары не выносят Котовник. А если вы еще возьмете, да натрете листочками листья и руки, то все коты и акробуки будут просто очень внимательны к вам. И они будут все у ваших ног. Так как коты обожают запах кошачьей мяты. Ее так и называют – кошачья мята. Многие лакомства делают на основе этой кошачьей мяты. То есть шарики, различные погрызушки для котов, в составе которых входит кошачья мята. Это любимое лакомство котов. Но тем не менее комары ее не переносят. Но коты обожают. Так что посадите Котовник на вашем участке. И комаров не будет, но коты точно будут заходить на ваш участок. Шестая из моего списка – монарда лимонная. Это растение, которое тоже относится к семейству мятов. Но могу сказать, что это однолетник в нашей средней полосе. Это не зимующий. Но причем, вы знаете, многолетник, который за сезон достигает высоты 120 см. Прекрасным ароматом. И еще вдобавок очень красиво цветет. То есть это декоративно цветущие растения. Мята болотная. Седьмое из моего списка растения. Которые, в отличие от всех мят, в нашей средней полосе тоже не зимующие растения. И вы знаете, оно немного по своему внешнему виду отличается от всех мят. Его легко отличить. Оно имеет стелящую основу. Если посмотришь, то оно больше как почвопокровник идет. То есть стелится. И вот еще то, что он у нас не зимует фактически в нашей средней полосе. Но тем не менее, в нем содержатся вещества, которые отпугивают, прекрасно отпугивают от комаров. И причем не только комаров, но и мух, моли. И эта мята является одним из основной пряностей для грузинского соуса ткемали. Восьмой моего списка растений под названием шалфей лекарственный. Еще Гиппократ сказал, что это священная трава. Позволяет лечить многие заболевания, которые можем мы болеть в течение холодного периода времени. Но при всем при этом, эта священная трава под названием шалфей прекрасно смотрится в любых клумбах. Прекрасно цветет. И, помимо всего прочего, комары не выносят совершенно запах. Шалфей очень декоративное растение. На протяжении всего сезона. Достаточно всего лишь несколько кустиков, и о комарах вы точно забудете. Лимонная трава. Еще одно растение из моего списка, которое поможет вам проблему решить с комарами. Но удивительное свойство этой травы, то что она выделяет ярко-лимонный аромат. Который не то, что отпугивает комаров, она не позволяет учувствовать запах человека. Вот такое удивительное растение. Настолько сильный ли этот лимонный аромат. Но, кстати, в нашей средней полосе лимонная трава плохо зимой. Поэтому ее можно выращивать как кадочное растение. А в зимний период времени желательно, конечно, заносить в укрытие. Но, поверьте, она того стоит. Очень высокие декоративные качества. И вот такой приятный бонус. Сильный лимонный аромат. Десятый в моем списке. Удивительное растение, которое знают фактически все. Базилик обыкновенный. Терпкий аромат базилика, способный опугивать не только комарок, мух, но и муравьев. Эта трава издавна уже известна. В кулинарии мы ее часто используем. И не только в кулинарии. Терпкие ароматные листочки могут служить прекрасным дополнением. Не только именно в блюдах, но и в цветниках. Особенно, если у вас цветник создан по принципу ароматного цветника. И при всем при этом комары, мухи, как я уже перечислила, в том числе и муравьи, не выносят вот такого тонкого аромата базилика. Поэтому базилик точно должен расти в наших садах. Следующее растение из моего списка вербенно-лимонное. Это растение, которое, в общем-то, вечно зеленый кустарник. Имеет очень тонкий приятный аромат, с которым комары точно не хотят дружить. Еще в древности считалось это магическим растением, которое отпугивает не только комаров, но и мух, моли и других насекомых, которые могут вам доставить неприятности. Двенадцатый в списке моего растения под названием бархатцы. Бархатцы это уникальное, универсальное, необыкновенно красивое растение, которое растет фактически в наших садах. И я думаю, что все садоводы-огородники заметили, как бархатцы прекрасно борются с различными вредителями. Достаточно посадить по краю грядки, и проблема с многими вредителями решается сама собой. Так вот, еще помимо всех прочих декоративных качеств, бархатцы обладают специфическим ароматом, который комары не очень-то жалуют. Поэтому, посадив вазоны с бархатцами около зоны отдыха, тем самым мы можем избавиться от проблемы с комарами. Тринадцатый в моем списке трава под названием полынь горький. Еще наши предки заметили удивительные качества этой полыни. Она декоративной и в то же время обладает специфическим ароматом, который не выносит очень многие вредители, в том числе и комары. Вы знаете, даже если полынью... Ну, очень многие садоводы, кстати, используют настой полыни для борьбы с вредителями. То есть у нее достаточно широкий спектр борьбы с различными насекомыми вредителями. Поэтому, собрав полынь горькую, вы можете сделать или настойки, или просто развесить веточки вокруг зоны отдыха, тем самым избавиться от непрошенных гостей в виде комаров. Полынь понтийская, она отличается... Под номером четырнадцать она отличается от полыни горькой только тем, что она более декоративная. Полынь горькая имеет высоту где-то до метра двадцать, то полынь понтийская имеет более низкорослое и более декоративное. Ее чаще используют ландшафтные дизайнеры. А полынь горькую мы можем найти на лесных опушках, у дороги, да где угодно. И пятнадцатый из моего списка растений под названием пижма обыкновенная. Ну, мне кажется, про пижму знают все. Достаточно в лесу зайти в лес и сорвать яркие желтые монетки пижмы, натереть руки, и комары к вам точно никогда не подлетят. Выращивать пижму в саду точно не стоит. Это все-таки ядовитые растения. Но если у вас острая проблема с комарами, развесите несколько веточек пижмы у себя в зоне отдыха. Это будет и красиво, и в то же время и проблема с комарами точно решит. Ну, а уж если вы пришли в лес, и вы точно знаете, что комаров там точно много, а в лесу их всегда много, то пижма вам точно в помощь. Достаточно всего лишь несколько этих прекрасных соцветий растереть в руке, и даже листочков, и, как я уже сказала, натереть открытые участки тела. И проблема с комарами точно будет решена. Я постаралась рассказать о наиболее ярких представителе зеленой флоры, которые помогут вам решить проблему с комарами. Я думаю, что вам точно пригодится, особенно в преддверии летних посиделок, когда комары точно доставят массу неприятных минут. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал. У нас еще впереди много интересного. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!